Рубен Авакимович, Ваш взгляд на эту ситуацию? Ну, сегодня много говорилось в этой студии о трансплантации, о том, как ее развивать, как двинуть эту отрасль медицины вперед. Я хотел бы немножко подытожить, так сказать, все сказанное. Ну, мы стали очевидцами того, что да, действительно много больных, много пациентов, которые нуждаются в этом виде лечения. Конечно, обеспечить всех трансплантаций за рубежом практически невозможно. Вы слышали, какие это стоимости, о каких суммах идет речь. И мы слышали, вот выступал один из пациентов, который оперировался в Украине, и он сказал, что на реабилитацию, на операцию у него ушло за год 200 тысяч гривен, а не 200 тысяч евро или там какие-то космические суммы в долларах и так далее. То есть, действительно, мы должны развивать эту отрасль у себя, и мы сами должны лечить своих пациентов, и мы их должны обеспечить донорскими органами. И не рассчитывать на то, что их обеспечат этими органами где-то там за рубежом, за пределами нашей Родины. Почему мы говорим о законе? Закон действительно может помочь решить эту проблему, если он будет способствовать развитию трансплантации. Мы сегодня все слышали, что в зале проголосовало 70% людей, готовых отдать свою почку в случае смерти. И только 30% были колеблющиеся или возражавшие против этого. Но на самом деле, на практике, когда мы беседуем с родственниками умирающего пациента в больнице, где-то там в скорой помощи, в реанимации, там, где погибает близкий человек, то согласие дают 10-15%, остальные отказывают, остальные отказывают. То есть, вы видите, насколько велика разница. Значит, именно поэтому мы и трансплантологи ратуем за закон с презумпцией согласия. Потому что в данном случае сам пациент решает судьбу своих органов в случае своей смерти. А не родственники, которые оказываются у постели больного в трагическую минуту смерти близкого человека. Эти люди в этот момент не готовы дать какой-либо осознанный ответ на наш вопрос и ответ в пользу жизни. Значит, все-таки есть преимущество у закона с презумпцией согласия. По финансированию. Да, финансирование необходимо. Потому что нужно не только произвести операцию больному, но и потом обеспечивать его иммунодепрессантами. В противном случае, если такого пациента не обеспечить, то он оказывается в довольно сложном положении. Он заложник, у него есть трансплантированный орган, скажем, но нет лекарств, которыми он может поддерживать. И, возможно, отторжение этого органа. Значит, финансирование тоже нужно. Ну и конец об организации. Очень важный момент. Трансплантология, и это, наверное, известно всем специалистам. Да, это финансирование и это организация, в первую очередь. Потому что без организации невозможно. На сегодняшний день у нас в стране есть закон о трансплантации, который разрешает ее делать. Есть постановление Кабинета министров, в котором определены несколько сотен больниц, в которых можно забирать донорские органы. Есть и доноры. Умирает огромное количество людей. Это сотни, это даже тысячи людей, которые умирают ежегодно от черепно-мозговой травмы по разным причинам. Кто-то упал, кто-то попал под колеса автомобиля, кого-то сбил автомобиль и так далее. Но, как мы видим, реально доноров нет. Доноров нет. Потому что ни одна больница, в которой записано в этом постановлении, они никак не мотивированы, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с нами. А забрать почки где-то на улице, на дороге, в кустах, как об этом зачастую пишут в прессе, невозможно. Это можно делать только в лечебном учреждении. Причем в учреждении хорошем, которое имеет соответствующее оснащение для того, чтобы констатировать смерть мозга. И вот, таким образом, мы оказываемся перед решением нескольких сразу вопросов, но решать их надо в комплексе. Нельзя оторвать одно от другого. Да, если будет возможность принять закон, который будет способствовать трансплантации. А именно такие законы и в Белоруссии, и в Польше, и в Австрии. И все-таки, чтобы там не говорили, что важна организация, в этих странах трансплантации делается больше, чем в тех странах, где закон с презумпцией испрошенного согласия. Кстати, по испрошенному согласию. Наш закон 99-го года позволял людям высказать свое мнение, дать свое согласие на забор органов в случае смерти. Но за 16 лет или за 17 его существования, так у нас в стране и не появился какой-то реальный путь реализации вот этого права человека. Это донорские карточки, это водительские права. Так мы ничего и не сдвинули в этом вопросе. Возможно, что такая же участь может постигнуть и новый закон, если он будет принят с презумпцией испрошенного согласия. Таким образом, мы должны комплексно подойти к решению этого вопроса. Должны тут поработать все и депутаты, и организаторы здравоохранения, которые должны создать систему вот эту трансплант-координации, которая действует во всех странах с развитой трансплантацией. Уже доказано, что без этой системы добиться каких-то успехов в трансплантологии невозможно. Потому что органы не берутся, они не падают с неба. Нужно организовать систему заготовки вот этих донорских органов. И для этого необходима трансплант-координация. Спасибо. Спасибо, Рубен.